Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальбан, а я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, блогер, писатель Нелли Гутина. Нелли, рад вас приветствовать. Добрый день! Добрый день, Александр! Нелли, ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы смело приехали к нам в студию, несмотря на определенного рода существующие запреты, опасность коронавируса и так далее. Но мы люди смелые, и я думаю, сегодня тоже будем говорить достаточно смелые вещи. Поэтому, кстати, я вас и пригласил. Я регулярно читаю вашу страницу в Фейсбуке и почти всегда согласен с вашим мнением. Посмотрим, что скажут наши телезрители. Дело в том, что у нас начался очередной этап формирования очередного правительства. Известно, что 61 депутат левого блока при поддержке арабов поддержали кандидатуру Бенни Ганса на пост премьер-министра. Президент встретился с Гансом, но пока вопрос еще окончательно не решен, потому что тот же президент провел вчера вечером встречу и Бенни Ганса, и нынешнего премьер-министра Бемена Таньягу. В этой связи весьма любопытно прозвучало, на мой взгляд, любопытно прозвучало их совместное заявление. Там они пишут следующее. Они поблагодарили президента за приглашение на встречу и сообщили, что рабочие группы начнут переговоры в самое ближайшее время. Конец цитаты. И у меня в связи с этим вопрос сразу возникает. Как у рядового израильтянина договориться о чем? Они будут делить портфель, будут делить очередь премьер-министра или будут решать то, как с наименьшими потерями в стороне выйти из коронавируса. О чем? Я думаю, что они ни о чем не договорятся, потому что мы прекрасно знаем, что команда Ганса нанята Дипстейтом специально с одной целью сбросить на Таньягу. И они этого не скрывают. Поэтому эти переговоры, это, по-моему, трата энергии, не стоит на них обращать внимания. Налья, тогда я приведу статус с вашей страницы в Фейсбуке, как раз вы об этом пишете. Давайте скажем прямо, если перед Дипстейтом и его наемниками встает дилемма уморить коронавирусом треть населения, но при этом убрать Биби, они пойдут на то, чтобы уморить. Конечно, вирус не разбирает, кто за Биби, а кто против, но бибифобы умрут со счастливой улыбкой на устах с молитвой. Рак ле Биби, только не Биби. Конец цитаты. На ваш взгляд, чем так насолил Бени Минтаньягу, так называемый Дипстейп, внутреннему государству? Но это уже давно продолжается, потому что он сделал ставку на второй Израиль. Несмотря на то, что он и Ашкинас, и, в общем-то, из интеллигентной семьи, он с самого начала поставил себе целью ограничить власть старых элит и сделать социальные лифты. И он действительно много добился, потому что только при нем второй Израиль, то есть восточные, религиозные, подняли головы. До этого они были очень... Извините, Наре, извините, я вас перебью. Либерман – это из вот этого второго? Русские, да, были в формуле Натаньягу, когда эта формула работала. Работала формула коалиции меньшинств против старых элит. Но она разрушилась еще во времена ШАС «Наш контроль», а тем более сейчас ее разрушил, собственно, этот союз разрушил Либерман. Ну, видимо, тоже по заданию, какая разница, в общем-то, какие у него были на это мотивы. Но паттерн – то же самое. Вывести из этой коалиции, из этого второго Израиля, электорат Либермана, который, в общем-то, не разбирается в израильской действительности, который является коптивным, то есть плененным, который не знает, куда приведет его лидер и кому он даст свои голоса, привести именно в ту сторону, в тот лагерь, который против Натаньягу. Нелли, ну, с другой стороны, мне трудно представить, что русскоязычные израильтяне, которых полтора миллиона, я понимаю, все голосуют за разные, у нас демократия, у всех разный выбор, но я почему-то уверен, что из этих полутора миллионов, ну, как минимум, три четверти точно не предполагали, что человек, который ассоциирует себя лидером партии, которая, ну, скажем так, я скромно назовусь русским акцентом, будет находиться в одной коалиции с арабами. Причем с теми арабскими партиями, которые однозначно заявляют о необходимости уничтожения Израиля. Но меня лично это не удивляет совершенно, и я, в общем-то, предупреждала и говорила, писала в своих постах, что да, он пойдет на стычку именно с этой группой и станет по эту сторону баррикад. Сегодня он политический трансгендер. Сегодня он правый, завтра он левый, как ему захочется. Его электорат воспринимает его как правого. Но поскольку он политический трансгендер, то он, как бы, может быть и туда, и сюда. И, естественно, учитывая его ангажированность на стороне старых элит, они его, в общем-то, купили, как бывает, что всегда покупают племенных вождей, то, естественно, для меня это совершенно не было сюрпризом, что он присоединился к анти-Биби-коалиции. — Нель, вот вы то, что называется, читаете мои мысли. Опять же, цитата с вашей страницы в Фейсбуке. «А пламенный вождь будет следующим заберем арабским...» — Племенной вождь. — Да, а племенной вождь будет следующим в объединенном арабском списке. Не подведет же он своих шестерок, которые на всех медийных перекрестках вопили, что арабы лучше ДОСов. Даже у них уже кончились пары обуви для переодевания в воздухе. Конец цитат. Ну, понятно, что речь идет о партии Индии и Нибермана. Мы с вами говорили об арабах. Противоестественный когнитивный диссонанс, на мой взгляд. А то, что он в одном блоке с Мерец... — Ну, я же вам сказала, что он политический трансжендер. Он может быть и с левыми, может быть и с правыми, как он захочет. — Насколько, на ваш взгляд, аргументированно звучат утверждения о том, что все это делается ради избирателей? — Ну, это на самом деле, я думаю, что никто это не покупает. Мы знаем, что избиратели Либермана не влияют на его решение. И члены его команды, то есть Кнесета, тоже не влияют на его решение. Он сделает ЗАГ туда и ЗИГ сюда, а они должны объяснять. Вот и все. Никто их на самом деле не принимает всерьез. А Либермана старые элиты воспринимают только в качестве киллера, в качестве того, которого они наняли для того, чтобы убрать Натаньяу. Они этого и не скрывают. Мы видели карикатуру веральную в газете «Арес», где он изображен в виде такого-то бандита в трусах с красными губами и выпученными глазами, который спешит вызволить Ганса, которого душит Библия. Это потрясающая карикатура. Она на самом деле чистый фрейдизм. Она обнажает всю подноготную, всю подсознание израильской элиты и все отношение ее к тому же Либерману, который ей будет не нужен, как только и если уйдет Натаньяу. Нелли, тогда еще один вопрос. Может быть, я беру на себя слишком много, заявляя о том, что мне кажется абсолютно естественно в нынешней ситуации опасности распространения коронавируса. Есть с этим проблемы. Пускай на сегодня ни один израильтянин еще не скончался от него, но тем не менее каждый день мы слышим увеличение количества больных. Вот в этой ситуации, критической ситуации, не только в нашей стране, а во всем мире, ситуация, которая приводит к коллапсу в экономике, правительство национального единства даже во главе с Гансом, мне кажется, это маразм, это путь к самоубийству. Вам так не кажется? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, он не может функционировать. А национального единства, да, я согласен. А я не согласна даже на это. Даже да. Нет, потому что это только будет мешать. Нету, ведь нету программы никакой у партии Ганса, кроме как Рак-Лю-Биби. У них нет планов, у них нет геополитической концепции, у них нет идеологии, у них нет рабочего плана. Ничего, только не Биби. Вот и все. Поэтому функционировать они с ним вместе не смогут. Не для того их наняли. Нелли, тогда еще одна, в заключении нашей беседы, еще одна цитата, это не с вашей страницы в Фейсбуке, это цитата из книги Ювалья Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества». Мне попалась на глаза случайно, и я увидел очень много параллелей и хотел ваше мнение попросить. Итак, цитата, она немножко длинная, но тем не менее. «Когда два самца вступают в спор за доминирование, каждый формирует в стае коалицию приспешников и мужского, и женского пола. Узы между членами коалиции скрепляются ежедневными интимными общениями, объятиями, поглаживаниями, поцелуями, выкусыванием блох и взаимными услугами. Члены коалиции помогают друг другу в беде. Альфа-самец обычно добивается верховенства не благодаря физическому превосходству, но благодаря своей более крупной и устойчивой коалиции. В естественных условиях группа шимпанзе насчитывает от 20 до 50 особей. Если группа еще разрастается, возникает нестабильность. Лишь крайне редко биологам удавалось наблюдать группы обезьян свыше 100 особей». Конец цитаты. Нелли, так вот у меня к вам вопрос. То, что происходит в последний год с формированием правительства, это, на ваш взгляд, битва самцов, альфа-самцов в некой стае. Да ни в коем случае, ни в коем разе. Кого вы считаете альфа-самцом? Нуж не Ганса ли? Так как он функционирует, очень странно, и я даже не хочу, я не врач, но когда я слышу его, и вы слышите, и обыкновенный человек, зритель слышит его по телевизору, у него начинают возникать сомнения в его адекватности, и поэтому назвать его, считать его альфа-самцом, пожалуй, было бы большим преувеличением, точно так же, как считать альфа-самцов племенного вожжа. Поэтому, если есть альфа-самец, то он у нас один, и его интеллектуальное превосходство очевидно, и это, именно это интеллектуальное превосходство, и выводит из себя, и вызывает такой рессентимент, и такую зависть, и такую ненависть тех, кто хочет быть на его месте. Если вы подумаете, против него, его одного, сколотили целую, огромную группу, три начальника штаба, один племенной вожж, арабские депутаты, которые никогда не были до этого в консенсусе. Тут ведет все, они идут на все. Нелли, спасибо за ваш очень интересный анализ, я думаю, нашим телезрителям, я надеюсь, по крайней мере, на это будет о чем задуматься, и не только перед следующими выборами. Спасибо, Нелли. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.